Юлия Фролова Я читал, поэтому я на чем хочу тогда, ну, наверное, не подчеркнул Юг России заражен филоксерой почти полностью Ну, давайте так, чтобы это не звучало сильно грамотно Какое грамотное письмо нам, простым людям, не понять Просто говоря, что почти полностью, это значит, что на всех деревьях сидит ля и жарят Развелит люк И кто-то считает, что выход такой, смотрите Выход такой Нужно использовать черенки филоксероустойчивых сортов Когда вы халечите деревья, оно болеет, оно теряет иммунитет Вот такие деревья есть от руки и тля Кто-то есть листья, а кто-то пьет соль Вот это вы должны четко представлять И вот это все вторично Никакие филоксероустойчивые сорта, то есть сорта, которых тля не будет поселяться Не дождетесь Я просто хочу сказать, что нужен эксперимент И чтобы это когда-то мои слова стали просто реальностью И всего-то надо посадить это Вот, которое, как это называется, из слова-то хрен запомнил Филоксероустойчивые Сто Так Или наоборот Самые филоксероустойчивые Это даже не имеет значения Сто штук растет, и вы не подходите И сто штук Все, что вы выше прочтали, делайте все Удушение Это самое, все А потом посчитайте количество тлея На тех, которые они трогали И на этих И можно Но лучше бы не сто, а тысяча И лучше бы это занялся Институт по специальной программе А не лапшу вешать Сыдно было смотреть, что они показывали медведям А он не спросил, где у них персики и черешни И эти самые, и абрикосы Лучше бы по тысяче Но это раз и навсегда На сто лет вперед Калечит или не калечит Ответ я уже заранее знаю Потому что у меня их нету На абрикосах нету На грушах нету На черешах нету На вишнях нету Только часть сортов слив и яблони Все И то не смертельно Не смертельно Потому что в этом году И в прошлом году я не опрыскивал Ни одного капельки яда Я не могу сказать Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!